Плюс ко всем неожиданностям английского языка еще одна. Вы можете встретить такие примеры. Или наоборот. В переводе это означает, она умеет рисовать, но не умеет рисовать. Вот это да, удивительно. Дело в том, что это немножко разные глаголы. Paint, поскольку существительное paint означает краска. И глагол тоже имеет значение рисовать красками. Как только вы видите слово draw, у него есть некий подводный смысл. Сейчас мы тоже о нем поговорим. Но если речь идет о рисовании, тогда это наброски. Рисование карандашом, чем угодно, только не красками. Какой же подводный смысл глагола draw я имею в виду? Дело в том, что draw по-английски это еще и тащить, тянуть. Не случайно ящики выдвижные в наших столах и комодах называются по-английски drawers. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...